В прошлом году на берегах Северного моря люди стали находить кашалотов. Когда ученые вскрыли самого большого из них, чтобы выяснить причину гибели такого огромного животного, их взору открылась совершенно ужасная картина желудок кашалота, был полностью забит пластиком и другим мусором, оставшимся от человека. Всего на берег Германии в прошлом году прибило 13 тел кашалотов, хотя если посчитать погибших животных, найденных у других европейских стран, Голланди, Франция, Дания, Британия, то число увеличится до 30. В природе у кашалотов нет врагов, однако его отношения с человеком вряд ли можно назвать дружескими. До 1980-х было широко распространено китобойство, и численность кашалотов серьезно уменьшилась из-за постоянной охоты на этих животных. Сейчас охотиться на кашалотов запрещено, но влияние человека по-прежнему губительно для кашалотов. Загрязнение Мирового океана прямо сказывается на уменьшении численности этих величественных китов. Немецкие исследователи взяли на вскрытие четырех самых крупных кашалотов, найденных на берегу Северного моря, чтобы подробно изучить, что же привело к их гибели. В каждом из китов нашли просто неимоверное количество пластика, включая 13-метровую рыболовную сеть, части от автомобильного мотора, пластиковое ведро и даже автомобильные шины. Согласно Организации по сохранению численности китов и дельфинов, существует множество факторов, которые прямо или косвенно ведут к гибели морских млекопитающих. Это может быть шумовое загрязнение океанов, шум от кораблей, загрязнение воды как химическое, так и мусор, который сбрасывается в океан. Так, например, кит, который выбросился на берег Шотландии три года назад, согласно вскрытию, сильно страдал от токсинов и связанных с отравлением стресса, что в итоге привело к потере ориентации животного в воде. Более того, глобальное потепление также сказывается на состоянии морских животных смена, температура течений также влияет на способность животных правильно ориентироваться под водой. Это также могло стать причиной, почему глубоководные кашалоты внезапно оказались в достаточно мелком Северном море. Хотя на самом деле причин этому может быть несколько, и пластик в том числе. Когда мусор попадает внутрь желудка кита, он нередко наносит вред, прямо изнутри острые края пластика царапают, а иногда и прорывают стенки внутренних органов, токсические элементы отравляют животное. А накапливающийся мусор, который никогда не переварится, может давать киту ложные сигналы о сытости, и таким образом кит может умереть от недоедания. С 1980-х, после запрета на охоту на кашалотов, численность этих животных постепенно восстанавливается, однако они по-прежнему остаются в зоне риска из-за постоянного загрязнения человеком Мирового океана. Да и не только кашалоты. Увы, от мусора в воде страдают также и другие животные.